Какая ошибка в итоге пошла вам на благо. В 96 году я с семьей был в Майами. В день, когда мы должны были вернуться, мы проспали и опоздали на рейс в Атланту. Знаете, что стало с тем рейсом? Самолет взорвался через 15 минут после взлета, и все, кто был на борту, умерли. Это была самая большая по количеству смертей авиакатастрофа в истории Флориды. Я получил свою нынешнюю работу, потому что другой парень пришел на собеседование почти на час позже. Мой босс сказал мне, что у нас с ним очень похожая квалификация, но у него больше опыта в этой области. В итоге компания выбрала меня, потому что они сочли его ненадежным человеком. Одна милая девушка, проходя мимо, слегка шлепнула меня по заднице. Мы немного с ней пофлиртовали, так что я, проходя мимо нее, тоже слегка ударил ее по попе. Оказалось, что она случайно задела меня кастрюлькой, которую несла в руках, и даже не поняла, что сделала это. После того, как я ее шлепнул, она чуть не вмазала мне в лицо. Так или иначе, мы женаты с ней уже 11 лет. Я заказал доставку нового телевизора из Best Buy. Я сразу заплатил онлайн за то, чтобы рабочие демонтировали мой старый телек, он был тяжелый, и перенесли его в другую комнату, но не заплатил за монтаж нового. Он был в два раза легче, потому что это стоило бы мне еще 250 долларов за примерно 11 минут работы, которую я мог сделать и сам. Курьеры демонтировали старый телевизор, перенесли его в другую комнату и повесили его там. Затем повесили новый, завершили работу, посмотрели на документы и сказали, а мы не должны были этого делать. Ну что ж, наслаждайтесь своим новым телевизором. Я дал им обоим по 20 баксов, вряд ли им разрешалось их брать, но кто бы их остановил. Я проходил собеседование на новую работу. Наниматель спросил, какая у меня была последняя зарплата, и я назвал приблизительную цифру. Он предположил, что эта цифра не включает в себя различные бонусы, а она включала. В результате я стал получать на 40% больше. При переезде из Великобритании в США в 90-м году у моего отца спросили, какая у него была зарплата. Он перевел ее в доллары и сказал, но там его не поняли и посчитали, что он сказал сумму в фунтах-стерлингах. В итоге ему дали зарплату почти в два раза больше, чем он получал в Великобритании. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в три раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод Upvote, который дает скидку 30% на все товары. Уже тысячи людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. Нашего менеджера уволили, после чего компании было трудно найти человека на его место. Менеджеры других офисов не хотели присоединять наш офис к своему, поскольку у нас были ужасные показатели. А менеджер никогда не получал бонусов, поэтому мы отчитывались перед каким-то парнем, работающим в нескольких городах от нас, которого мы никогда не видели лично. Общались только по телефону и электронной почте, а потом нас передавали другому начальнику, и его мы тоже никогда не видели. Первый раз, когда у нас появился новый временный начальник, я позвонил ему и спросил, сколько у меня осталось дней отпуска. Он сказал мне, что две недели. Мне это показалось странным, так как я уже использовал парочку дней из отпуска, но несмотря на это, я спросил, могу ли я взять все две недели прямо сейчас. И он сказал, что да. Потом он ушел, и у нас появился новый начальник. Я спросил его, сколько у меня осталось дней отпуска, и он сказал, что две недели. Короче, в тот год я взял восемь недель отпуска, и никто ничего не заметил. Это не было ошибкой как таковой, но однажды мы пошли с мамой покупать школьные туфли. Она оставила нас с сестрой, нам было лет восемь или десять стоять в очереди к кассе. Внезапно какая-то женщина просто вклинилась перед нами, и хотя мы сказали ей, что она лезет впереди очереди, она тупо проигнорировала нас. Когда подошла наша очередь платить, нам сказали, что мы выиграли компьютер. Мы стали энным клиентом, оплатившим покупку, которому по условиям конкурса полагался приз. Так что получается спасибо той женщине. Меня бросила женщина, которую, как я думал, я любил, и на которой хотел жениться. Это был тяжелый урок, но боль того стоила. Я бросил пить, начал ходить к психотерапевту, и многое узнал о себе. Сейчас я совсем другой человек, чем четыре года назад, и намного счастливее. Думаю, сейчас уже можно об этом рассказать. Много лет назад мне за работу должны были заплатить 443 доллара 21 цент, но к ней по ошибке добавили ноль. Я никому ничего не сказал, и компания так этого и не заметила. В итоге мне заплатили 4432 доллара 10 центов. В другой раз я взял в своем банке суду в 2000 долларов и успел сделать всего два платежа, когда банк продали. Через месяц я позвонил в новый банк и спросил, как внести платеж. Мужчина сказал, чтобы я ждал выписку по почте. Я спросил, что будет, если они не пришлют мне выписку, а повторил, ждите выписку, сэр. Это было в 2015 году, и я до сих пор жду. 40 лет назад банк не зарегистрировал снятие 400 долларов с моего счета. Три года назад мой отдел кадров изменил свою компьютерную систему и предоставил мне два годовых отпуска. Я спросил их, все ли у них правильно в системе, и мне сказали, что да. Прикольно, что мой банк сделал то же самое 40 с лишним лет назад. Они по ошибке положили 3200 долларов на мой расчетный счет. Я ждал и ждал, что они заметят и исправят ошибку, но так и не дождался. Я оплатил этими деньгами учебу в колледже. Я купила стиральную и сушильную машины 20 лет назад. Тогда они стоили дорого, около 3К. Компания доставила их и установила. Я купила их, расплатившись новой кредитной картой магазина, которую мне выдали. Потом мне начали приходить выписки без данных о балансе на карте. Я позвонила в магазин, где мне сказали, что на моей карте нет ни баланса, ни начислений, ни покупок. Будучи супер честным, я в течение всего следующего месяца пыталась объяснить им, что да, я действительно купила у них стиральную и сушильную машины. И они сейчас стоят у меня дома. Они так и не смогли найти никаких записей о покупке. В конце концов сказали мне, ну что ж, на нашей стороне мы не видим никаких данных, так что радуйтесь. Я до сих пор чувствую себя виноватой. Мой сын попал в аварию, в очень нехорошую аварию. Ремень безопасности в машине не сработал и расстегнулся. Его выбросило через лобовое, и он получил массу травм. У него была сломана спина в четырех местах, сломаны все кости в правой руке и порваны сосуды. Также у него были внутренние повреждения почек и печени, а также черепно-мозговая травма. Это только основные травмы. Было еще несколько травм, не угрожающих жизни. Но суть в том, что пассажирская сторона, где он сидел, была всмятку раздавлена. И если бы он остался сидеть там, то не выжил бы. Катапультирование из машины фактически спасло ему жизнь. Недавно я ездила в отпуск, и отель выплатил мне компенсацию за то, что у них был закрыт бассейн. Хотя позже мы пришли в бассейн, и оказалось, что с ним все ок. Плюс 60 фунтов за отпуск. Большое спасибо. Как-то раз мне пришлось подниматься по лестничному пролету на 26 этаж. Рассказываю, мы были в отпуске во Флориде в 22 году. Квартира моих прабабушки и прадедушки находится на 26 этаже. Мы с родителями решили подняться к ним по лестнице в качестве своеобразного челленджа. Мы в семье любим тягать железо и заниматься спортом. На следующий день по какой-то причине у меня очень сильно начала болеть нога. Вероятно, из-за этого случая. Тогда, 3 января 23 года, через 5 дней, мы сходили провериться. У меня было поражение кости, которая через неделю оказалась раком. Если бы я не решился на этот челлендж 26 этажом, я, скорее всего, не узнал бы об этой сране до того, как оно превратилось в метастазы. И, вероятно, был бы уже мертв. Но сейчас я уже 7 месяцев нахожусь в ремиссии. Пару недель назад я по дороге домой заехал на заправку, чтобы залить в машину бензы на 10 баксов и купить молочный коктейль для своей девушки. Я попросил кассира настроить колонку номер 6 так, чтобы она отлила мне бензина ровно на 10 долларов. Чувак на секунду замешкался и озадачился. Сказал, похоже, кто-то оплатил 30 долларов на шестую колонку и не использовал их. Вам залить только на 10 или как? Я такой, что это за глупый вопрос? Хочу ли я залиться бесплатной бензы на 30 долларов? Да, черт возьми, хочу. Вот это был денек. Если что, для меня не было никакой проблемы заправить бак на свои 30 долларов, но это была откровенно бесплатная бенза за 30 баксов. Если что-то мне дают бесплатно, то я это беру. Доставщик передал мне заказ другого человека. Это был лучший бургер, который я ел в течение последних нескольких недель. Изменено. Насколько я помню, это был бургер из Five Guys с картошкой фри и газировкой. Я опаздывал на рейс домой и весь день ничего не ел. Я был нереально голоден и примерно через 20 минут после взлета стюардесса протянула мне булочку с ветчиной и салатом. Я не заказывал еду на рейс заранее, поэтому предположил, что она ошиблась с номерами мест и дала мне чужую еду, которая меня спасла. Мне в наследство достались кое-какие деньги и я, вопреки совету своего финансового консультанта, выплатил на них всю ипотеку на свой дом. Этот поступок подарил мне небывалое чувство свободы. Заехал в Starbucks авто, где мне дали на завтрак не тот сэндвич, который я заказывал. Я опаздывал, так что решил, была не была и все равно съел его. Теперь постоянно его заказываю. Мы совершенно случайно выбрали мою собаку. Мы пришли вместо за конкретной собакой, а в итоге ушли с другой. Она самая лучшая и я не применяю ее ни на какую другую собаку. Как-то раз в одном из семестров в колледже возникла проблема нехватки жилья, поэтому меня поселили в гостиничном номере на территории кампуса вместе с другим студентом. В документах было указано, что я могу переехать в субботу утром, однако в субботу и воскресенье утром у меня была смена на работе. А работал я рядом с домом моих родителей, поэтому я решил переехать уже в воскресенье, когда приду с работы. Примерно за неделю до заселения менеджер позвонил мне и сказал, что произошла ошибка. Я не смогу заселиться до воскресенья, прежде чем я успел сказать, что мне все равно и я не планирую заселяться до воскресенья. Они сказали, что за неудобство они дадут мне купон на 150 долларов на еду в ресторане. Я поблагодарил их и сказал, что могу перепланировать свой переезд так, чтобы он пришелся на воскресенье. Мама послала меня в местный магазин Элбертсонс за средством для мытья посуды. Если что, это было в те времена, когда они еще занимались видеопрокатом. Мама послала меня в магазин с достаточной суммой денег, чтобы я купил средства для мытья посуды. А мне тогда было лет 12. В общем, подхожу я к кассе и мне пробивают средства, но цена не та, что была на полке. Я начинаю волноваться, потому что не уверен, что у меня хватит денег. Тогда я им что-то сказал и они перепроверили цену. Оказалось, что их система выбила продукт неправильно, так что по правилам магазина, о которых я не знал, я мог забрать товар бесплатно. В итоге у меня в руках оказалось средство для мытья посуды, которое мне вручил менеджер. И у меня все еще оставались деньги. Тогда я решил пранкануть маму. Я пошел и взял на прокат кассету с фильмом, который, насколько я знал, наша семья давно хотела посмотреть. Вернувшись домой, я достал из рюкзака кассету и гордо продемонстрировал перед всеми, какой крутой фильм я только что взял на прокат. Когда моя мама уже готова была сорваться на меня, я достал средство для мытья посуды и рассказал ей, что произошло. Большое спасибо за просмотр в комментариях под видео. Напишите, какая ошибка в итоге пошла вам на благо. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока.